Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги чисел. И сегодня мы будем читать 13 главу этой книги. Здесь рассказывается о 12 разведчиков, их рассказы о земле Хананской. «После сего народ двинулся из Осерофа и остановился в пустыне Фаран. И сказал Господь Моисею, говоря, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю Хананскую, которую я даю сынам Израилевым, по одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них. И послал их Моисей из пустыни Фаран по повелению Господню, и все они мужи, главные у сынов Израилевых». Далее перечисляются имена тех, которые отправились в разведку. Для нас здесь важен человек из колена Ефремова. Осия – сын Навин. Это Иисус Навин. Вот имена мужей, которых послал Моисей высмотреть землю, и назвал Моисей Осию, сына Навина, Иисусом. Моисей меняет имя Осия на Вина, на Иисуса. И послал их Моисей из пустыни Фаран высмотреть землю Хананскую, и сказал им, «Пойдите в эту южную страну, и взойдите на гору, и осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочисленен ли он или многочисленен, и какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа, и каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет, или в укреплениях, и каковы земля, тучна ли она или туща, есть ли на ней дерева или нет, будьте смелы и возьмите от плодов земли, было же это ко времени созревания винограда». Они пошли и высмотрели землю от пустыни Син даже до Рихова, Блис и Мафа. То есть разведчиков послали с конкретным заданием, чтобы они разведывали, что из себя представляет эта земля. Потому что в памяти еврейского народа уже представление об этой земле исчезло. Удивляет то, что среди старейшин оказывается Осия Навин, который был юношей. Это значит, что по своим качествам он был как старейшина, как вождь своего племени. Такое бывает, но очень редко, когда юноша по духовным качествам он обходит, опережает более зрелых людей. «И пошли в южную страну и дошли до Хеврона. Хеврон – это крепость, где жили Ахиман, Сесай и Фалмай, дети Янаковы». То есть это рослые люди, как великаны. «Хеврон же построен был семью годами прежде Цуана, города Египетского. То есть это укрепленный город, древний. «И пришли к долине Эсхол и осмотрели ее, и срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод, и понесли ее на шесте двое». Представьте себе, такая была удивительная виноградная ветвь, что на шесте двое ее несли. «Взяли также гранатовых яблок и смокв. Место сие назвали долиной Эсхол. Эсхол – это виноградная кисть. По причине виноградной кисти, которую срезали там сыны Израилевы. И, высмотрев землю, возвратились они через сорок дней». Вот запомните это число сорок дней, потому что сейчас еврейский народ совершит серьезную ошибку, и они будут отвечать год за день. «И пошли и пришли к Моисею и Арону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыне Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли». То есть, главное, они показали, что из себя представляет эта земля. И, конечно, это не могло не порадовать израилетян. Они шли в землю плодородную. «И рассказывали ему, то есть народу, и говорили, мы ходили в землю, в которую ты послал нас». Не действует от лица народа, а от лица Моисея. Поэтому рассказывали ему, можно понять, как Моисею и Арону, но слова обращены для всего народа. «В которую ты послал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее». То есть, каждый мог увидеть такие плоды. «Но народ, живущий на земле, той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов инаковых мы видели там». То есть, великанов. «Амалик живет на южной части земли, амаликитяне – это воинствующие люди. Хетеи, Эвэи, Ифусеи и Амареи живут на горе, Хананей же живут при море и на берегу Иордана». Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. Ну, получается, что вот один Иисус Навин, Осия Навин, он как бы занял точку зрения Моисея, что надо идти и завоевывать. Ведь Бог туда ведет. Как же можно сомневаться, что мы одержим победу? «А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа всего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, потому что там рослые, сильные люди, и там есть великаны. И весь народ, который видели мы, среди ее люди великорослые, там видели мы и исполинов, сынов инаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их». Вот здесь евреи допускают серьезную ошибку. Они ставят под сомнение обетование Божие. И за это будет наказание. Сорок лет они будут ходить по пустыне. Вот сорок дней они оглядывали землю, видели там благо, которое Господь для них приготовил. И они должны были сразу идти, и они бы одолели бы, вошли бы. Но они усомнились, и наказание год за день, сорок лет, пока не вымрет вот то поколение усомнившихся, не лягут костями в пустыне. Как и сейчас многие ждут, когда будет возрождение Руси. Я думаю, оно произойдет тогда, когда вымрет наше поколение людей, которые жили в этом Советском Союзе под игом гос-атеизма, и в сердцах которых посеяно вот это арабское чувство пресмыкания перед властью, заискивания перед властью. И когда появится новое поколение россиян, свободных людей, духовно свободных, верующих, тогда возрождение возможно. Но мы должны выполнить свою миссию, как и Моисей, он тоже не вошел в землю обетованную, потому что помнил Египет. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели и прочитали 13 главу книги «Чисел». В следующий раз будем живы, Господь позволит, мы будем изучать с вами 14 главу этой книги. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова